Сегодня, 10 января, в Измаиле состоялась акция против повышения тарифов за коммунальные услуги. Была перекрыта проезжая часть по проспекту Суворова в двух направлениях. Люди курсировали по пешеходным переходам, перекрыв движение транспорта. Патрульная полиция обеспечила проезд транспорта по параллельным улицам в объезд митинга. Люди узнали об акции в соцсетях, где было сообщено дата, время и место проведения. На акции присутствовало много пожилых людей. Все они считали, что тарифы повышены необоснованно. Я как-то попробовал, мне как сказали, я повернулся и ушел. Хватает ли вам средств, пенсии для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги? Ну как может хватать пенсии 2 тысячи? Как может хватать пенсии? Если народ, поднимется масса людей, это лавина, которая сдвинет все на своем пути. Они этого ждут, они дождутся этого. Бессарабия долго тянулась, но было татарбунарское восстание. И сейчас наши, кто возглавляет органы, они тянут, они делают все, для того, чтобы народ восстал. Они ждут, потому что они жируют, а на нашей пенсии 2-3 тысячи не проживешь. При этих тарифах еще нет ограничений в тарифах. Поднимают, поднимают. Мы, поколение, которое выросли при 2 копейках и 4 копейках. Сейчас беспредел. То, что мы строили, что мы создавали, они продают. Без всякой и всячины. 30 лет Украине незалежной флот порезали. Ни одно предприятие, все разорили. Почему вы сюда пришли? Меня сюда пригласило правительство, которое подняло эти тарифы. И она не успокаивается, будет еще повышать. И вот при помощи этого правительства и президента мы пришли сюда. Другого выхода у нас нет. Пенсия 2-100 у моряка. 33 года стажа. Из этих 2-100 я плачу 1500 или 1600. Остальное на проживание. Я живу одна. У меня стаж 66 лет. Я продолжаю еще работать. Это 83 года. И я еще продолжаю работать. Так что мне пока хватает. Но когда я смотрю 1750 гривен и как прожить на все это, я вообще не представляю. Пришла для того, чтобы поддержать людей из-за поднятия цен. Цены на электричество, тарифы, вернее, на электричество поднялись были до 100 киловатт, стоило 90 копеек. Сейчас рубль 68. Потом по интернету смотрела, что журналист выступает с народной думки. Он говорит о том, что еще на электричество тоже так же будет доставка за электричество, как и за газ. На газ. Вот, например, у меня, я не скажу, чтобы у меня, у меня нормальная пенсия, да, но мне и субсидию дали в этом году, как никогда, 556 рублей. Но мне не хватает, чтобы на такую пенсию приличную, мне не хватает, у меня не остается ни на лекарства, так как я уже взрослая женщина и пенсионер. А вот соседка моя бабушка, 86 лет, живет одна, я просто ее обслуживаю. Вот у нее пенсия 1700, плюс и президент ей дает 500 гривен, значит, субсидию дали, значит, 1500 рублей субсидию. Если она все заплатит за газ, вот пришла платежка у нее за газ около 3000, как и у меня же, за газ. За доставку еще не пришли эти платежки, там бастуют в других больших городах бровары, вот, что у них по 600 гривен за доставку. И получается, что на, чтобы прожить, этих денег не хватает. Субсидии, очень маленькие субсидии, их вообще уменьшили. Первые года субсидии давали по 6000, по 8000, а сейчас субсидии, ну, мне вот дают 556 гривен всего субсидию. Нам не хватает этого, поэтому и пришли поддержать людей. Дома, без работы и при этом повышать коммунальные услуги, ну, как можно? Как можно повышать оплату, когда люди вообще дома сидят и не знают, у маленьких детей, декретные вообще 800 гривен получают на детей. Как можно? Такое впечатление, что одни неадекваты в этом правительстве. Ну, как вообще не задумывалась, как этим людям вообще жить? Одна из участниц акции позвонила депутату Измирского горсовета от ОПЗЖ Снежане Кравцуненко и спрашивала, почему депутат не пришла на акцию и не пообщалась с людьми. Кто будет говорить? Ну что, с Кравцуненко, с Нежаной. Вот, я давно хотел с вами бы побеседовать на эту тему. Вы народ баламутили, баламутили, чтобы за вас голосовали. А теперь, как народ собрался высадить свое мнение, вы что, у кусты уже? Вообще никого от вашей партии нету. Как так может быть? Беспредел какой-то. Чего молчите? При чем здесь завтра? Вы знали, что сегодня будет митинг. Знали хорошо. Тут люди собрались, которые за вас голосовали, за вашу партию. И вы не соизволили ни одного человека послать сюда, кого-то от партии. Хотя бы своего сына, который она протолкнула. Вот тут люди возмущаются, ругаются, что вы только карманы себе набиваете. Опять народ дурите. Скажите, пожалуйста, что вы подписываете? Мы собираем подписи к депутатам городского совета, районного совета и мэру города Измаила, чтобы они рассмотрели наше обращение о снижении тарифов на уровне областного совета, к депутатам областного совета Верховной Рады. Это на ближайшем сессию, городскую сессию, готовим документы. А кто составил данное обращение? Люди. Все люди. Люди. Нам всем обещали, что тарифы будут снижать. А нам подняли только тарифы, только растут, растут и растут. Тут обращение у нас такое. Мы живем не сегодняшним днем. Эти люди, они все страдают. У них маленькие пенсии, они не могут заплатить за газ, за свет, им не хватает денег. Почему мы должны страдать и смотреть, как люди страдают. Скажите, вот вы видите свою перспективу, когда вы станете пенсионером, что будет? Вы думаете на этой ситуации? Да, я думаю. Как вы считаете, сможете ли вы оплачивать тарифы потом? Я не смогу. Я считаю, что я не смогу, и поэтому я сюда вышел. Люди возмущаются и взывают к местным депутатам. Но надо понимать, что стоимость цен на коммунальные услуги формируется кабинетом министров Украины. Может быть, если акция пройдет одновременно во всех городах Украины, то тогда власть услышит глаз народа. Когда мы с высоты прошедших лет рассматриваем наше время, то удивляемся, но почему на нас свалилось этой тяжкой жизни время? Не мы ли все перенесли? И голодовки, и разруху, все тяготы большой войны. Кому развал теперь на руку? Но мы по-прежнему сильны. Нас не пугают голодовки. Давно пора нам в руки взять и автоматы, и винтовки. Прочь мародеров с той земли, что Русью Киевской зовется. Пусть знамя праведной борьбы над Украиной вновь зовется. И оно начинает подниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова